Я родился в СССР, был настоящим коммунистом и не членом партии, потому что в партию уступил 30 лет. И когда пришли американцы со своими, простите, усами этими баночками, и я увидел тех радостных людей, которые ходят и всем все предлагают, я вообще подумал, что они уже зомбированы. И что наступит момент... Это там, где было написано, как хочешь похудеть, спроси, так? Да, 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 именно так. И когда наступит момент, придет дядя Капран, свистит свисток, они возьмут автоматы... Что, страшно, да? Представьте, что из этого будет. И когда один из этих людей... Ну, меня что удовлетворяло? Я тогда ездил далеко, был хороший бизнес в лесопереработке, да? И я возвращался домой в Минск поздно вечера. Когда в метро ехали только молодые люди, со свидания, с тусовок, это всё. Тогда не было ещё вот этих вот. Вот этих вот, да. Все друг друга видели, да? Все друг друга видели, все улыбались, имело разговаривали. И когда я впервые попал на такую тусовку уже в сетевую компанию, когда меня пригласили, я понял, что здесь такие же классные люди, что они улыбаются и разговаривали. То есть у меня стало что-то меняться. Но повлияло что? Очень важно. Возражения были сильные. К тому времени здоровье покачнулось основательно. Ну, могу как пример привести, кто знает, что такое головная боль, то он должен знать, что такое идти в дверь и не попадать. Ушами за руку косяки запляться. Вот такие были головные боли. И были прогнозы очень плохие. И когда молодой человек, 36 лет, сказал, что, Коля, ты умрёшь под забором своей белорамы, и никто про тебя не вспомнит, потому что я прошёл этот путь, и у меня парализована рука. Мне показывают свою парализованную руку в 36 лет. И я понял, что я куда-то не туда бегу. И я взял баны. И когда через две недели моя сестра сказала мне, что ты по-другому стал выглядеть, и так далее, понимаете, это был показатель. Потому что вот здесь, мало того, что болезнь стала переставать уже, появились совершенно другие мысли. Когда я встретил Михаила, и он меня встретил, и я его встретил. А я в это время активно пропагандировал здоровый образ жизни, вот с таким значком, на всякий случай. Вот когда Михаил меня встретил, и параллельно ещё не свалил, да, и параллельно не свалил. И когда Михаил меня встретил в метро, он говорит, ну как дела? Я говорю, отлично. Из кармана визитку, он мне визитку, и из этого всё началось, по-настоящему. Но более того, я скажу, что это очень сильно повлияло после той позиции, когда я узнал, что действительно, какое качество, что я в GMP. Потому что я в прошлом серьёзный метролог, метрологией занимался, руководил лабораторией метрологической. И я понимал, что степень 10-9, 10-11 степени, точности контроля качества нашей продукции, у нас таких отдельных стандартов в Республике Беларусь, такие точности есть, что мы знали на всякий случай весовую категорию компании «Леча Санша». Да какие секреты? Это я пошёл, возьми за гугли стандарт, например, частоты, или стандарт, например, массы, или ещё чего-нибудь. И где там будет открытая информация в гугле? Не надо ничего искать. Вот. Поэтому возражения были, но, вы видите, потребность была серьёзная. Здоровья уже не было, и нужно было что-то делать, и возражения исчезли сами собой. А жить-то хочется, правда? А жить очень хочется, и сейчас, тем более, сейчас самочный период начинается. И поэтому слова Михаила просто упали на благодатную почву. Я думаю, что я скоро наем, ну, с Натальей помогает, что мы скоро все наедаем там консультанта, менеджера, лидера наедаем, ну, знаете, да? Мы скоро наедим лидера, менеджера. Спасибо. Спасибо. До скорейшего вам.